Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сегодня у нас 15 июля. Я выдергаю чеснок, который посадила 1 октября. Ну, скажу так, мне нравится и очень удовлетворяет мой чеснок. Вот сколько я выкопала, ни одного нет гнилого. Хотя многие жалуются, что есть гнилой чеснок. И бывает по целой грядке. Ну, я перед тем, как сажать, в борозду, где сажала в межу эту агроперлит, диатомит, доломитовая мука. Здесь вот она, даже на корнях ее немножко, вот диатомит, вот этот белый, или мука, думаю, что это диатомит. И агроперлит. Агроперлит брал в себя воду, а потом медленно отдает. Поэтому я думаю, что у меня чеснок не гнилой чеснок. Сейчас я раскопаю. Вон, видите, агроперлит. Вот он, здесь видно, беленький. Поэтому правильно я сделала, наверное, что агроперлит я ложила перед посевом чеснока, перед посадкой. Он сохранил мне чеснок. Прямо вот хорошо видно. Вот, 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 видите, вот, 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 вот он беленький. Прямо хорошо видно здесь. Вот он. И чеснок отличный. Это мой чеснок. Вот этот, вот мой чеснок. Крупный, хороший. Прямо вот хороший. Есть и средний, есть и крупный. Мелочи нет, сразу говорю. Так, дальше. Здесь у меня тоже мой. Вот он. Здесь даже написала мой чеснок. И у меня еще, помимо своего, есть Добрыня, Грибовский и Любаша. Добрыня мне не понравился. Понравился Грибовский и Любаша. Это вот Любаша. Смотрите. Да, это Любаша. У меня подписано. Вот, Любаша. Любаша хороший. Прямо крупный. Отличный. Чеснок. Пять. Прямо пятибалльный, а по десяти-десять. Хороший чесночок. Так. И вот он, Грибовский. Вот это Грибовский. Да, вот он. У меня даже написано. 169 Грибовский. Да. Правильно я говорю. Не знаю Грибовский. 169. Я писала. Вот он. Прямо хороший. Хороший. Мне нравятся головки его. Все один к одному. Вот так. Ну, а Любаша вот так. Где-то у меня еще, наверное, один штучек. А здесь две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще две штучки где-то лежат. Наверное, я спутала. Ну, их видно. Они прям такие, видите, какие приземистые, такие приплюснутые. Вот. Их сразу можно отличить. Это я найду две штучки. Ну, не знаю. Мне что-то не понравился. А Грибовский 169. Любаша. И мой необыкновенный. Кто сажал Любашу, высказывает свои мнения. Дальше про Грибовский, пожалуйста, тоже говорите, 169. Ну, а про свой я сама скажу. Из года в год я его сажаю. Он у меня необыкновенный, хороший. Вот. И вот еще, видите, какой он на грядке. Вот такой. Конечно, сюда я вносила, после посадила, когда весной он вышел, удобрение. И осенью удобрение я ложила по луку, чесноку. Обязательно проливала. Специально брала удобрение в бобре для лука и чеснока. И лук хороший, и чеснок. Вот. Тоже хороший. И осенью, еще раз говорю, я агроперлит, вермикулит. Была возможность у меня, я брала в фикс-прессе вермикулит. Еще где-то тоже подешевле доставала. Покупала, вернее. И спасибо вот этим добавочкам. И они мне сохранили мой чеснок. Потому что очень много жалуются у нас, что много, очень... Так, извините, сейчас камера была, наверное, моргала чуть-чуть, прыгала. Многие жалуются, что очень много гнилого чеснока. У меня его нет. Вот на этой делянке у меня его нет. Сразу хочу сказать. Так что вот так. Да, проливала хорошенько его. Но до уже, до копки, за две недели, я перестала его. Даже за две с половиной я перестала проливать. И когда начались дожди тут, опять ливневые, я прям вернусь, все. Кабы не сгнил. Но спасибо агроперлиту, вермикулиту и диатомиту. Они помогли мне сохранить мой чеснок. Я так считаю. Потому что агроперлит берет на себя влагу, а потом медленно отдает. Вот такие дела. Итак, спасибо всем, кто посещает мой канал. Я с вами, Марина. Я поделилась своим урожаем, какой он мне вырос. Рассказала именно, что мне помогло сохранить мой урожай. Не сгнил. Вот это самое главное. Ну и хорошие головки. И земля мягкая, не грубая. Смотрите, сейчас я покажу одну. Вот, видите, говорят, что после дождей... Сейчас я еще раз. Вот. Одной рукой просто держу камера. Земля хорошая, мягкая. Потому что там у меня агроперлит и вермикулит. Вот так. Все, пока-пока. Желаю всем здоровья и самого хорошего. И хороших урожаев. Чтобы они вас радовали. Осенью хорошие урожаи. Что не зря был ваш потрачен труды ваши. Рано вставали, поливали, ухаживали за землей. Это самое главное. Что прошло не даром. Все, пока-пока.